Когда в Пекине проходила эстафета Олимпийского огня, в Твери стартовало значимое для борцов Центральной России соревнование, чемпионат и первенство ЦФО по кикбоксингу. На кону путевки в Грозный, где уже кикбоксеры будут сражаться за титул чемпиона страны. О том, где начинается путь к победе, в сюжете нашего корреспондента. Уже в шестой раз Тверь принимает спортсменов одного из самых зрелищных видов единоборств – кикбоксинга. В пятницу, 4 февраля, в ОКе имени Султана Ахмерова стартовал чемпионат и первенство Центрального Федерального округа. Участниками турнира в самом жестком разделе кикбоксинга К1, где разрешаются в том числе удары коленями и по коленям, стали порядка 150 спортсменов. Твери на протяжении многих лет – это одна из сильнейших команд федерации, которая развивает кикбоксинг, которые, скажем так, лидеры в этом разделе кикбоксинга. Отстаивать честь Верхневолжья на соревнованиях будут ведущие бойцы Федерации кикбоксинга Тверской области. Конкуренцию хозяевам составили сильнейшие спортсмены из Воронежской, Владимирской, Белгородской, Тамбовской, Рязанской и других областей. Всего 15 регионов. Сегодня от нас заявилось 14 человек. Из них 6 – это бросающий вызов, а 8 человек будет СФО. Посмотрим, кто-то первый раз участвует на мероприятии, кто-то уже бывалый, кто-то уже даже возрастной. Все покажет ринг. В ходе поединков разыгрывают не только путевки на чемпионат и первенство России, но и медали межрегиональной пробы в рамках турнира «Бросающий вызов». Среди его участников – семиклассник Тимофей Киселев. Тверичанин уже 6 лет в кикбоксинге и считает, что самое тяжелое – это путь к бою. А бой – это уже результат труда. Коронных ударов нет. Есть тактика. Я ее придерживаюсь. Понятно, что представителям Тверской области хочется в родных стенах порадовать местных болельщиков своими победами. И настроены они решительно, по-боевому. Шансы не оцениваем. Мы же спортсмены, поэтому у нас все готово. У нас, как говорится, все в цикле спортивном. И люди находятся на высшем пике своего спортивного мастерства для того, чтобы победить и уехать на чемпионаты первенства России. По итогам турнира в Твери на него отправятся два лучших спортсмена из каждой возрастной весовой категории. Имя чемпиона страны назовут в Грозном уже в апреле.